А семьи двух красноярцев, которые погибли, подрухнувшие на проспекте свободной стеной, получат по миллион рублей компенсации. Сегодня об этом заявил мэр Мэрак Булатов. Он устроил большой разбор полетов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я сегодня была там и на месте трагедии тоже. Обо всем подробнее в моем сюжете. У всех, кто проезжает сегодня по свободному, на месте пятничного обрушения чувство двойственное. С одной стороны завал из дороги убрали, с другой разрухи стало, кажется, еще больше. Ремонтники искусственно обрушили вторую подпорную стенку, не дожидаясь беды. Власти отрапортовали движение транспорта, за исключением пятого троллейбуса, и тут восстановлено. Работы ведутся, инспекторы ГИБДД разруливают ситуацию. И будут еще как минимум неделю. Накал страстей отсюда переместился в городскую администрацию. Уважаемые коллеги, прежде чем начать нашу работу... После такого вздоха Идхам Акбулатов сделал заявление, которое не порадовало многих. Столько чиновников за один раз в новейшей истории города, пожалуй, еще не увольнялось. Итак, прежде всего, должности лишился Олег Гончаров, глава департамента горхозяйства. Его считали перспективным кадром, да и назначил его сам Акбулатов. Но вот не повезло. Дальше Валерий Коротков, руководитель городского управления ГОИЧС. Бессменный на протяжении последних нескольких лет. За ним Николай Грушевский, начальник диспетчерской службы 2.05. Глава пояснил, служба два дня не могла выяснить, кому принадлежала рухнувшая стена. Также хочу проинформировать, что у меня принято решение и дано поручение готовить предложение по ликвидации предприятия Красдмост-Доринж с перераспределением функций, которые выполняло предприятие, ряда других муниципальных предприятий. Предлагаю начать работу нашей комиссии. А на комиссии выяснились вещи и вовсе шокирующие. Исполняющий обязанности главы департамента Владислав Логинов заявил, после трагедии осмотрели все подобные объекты, их в городе 77 и 41 вызвал реальное беспокойство. Их будут обследовать второй раз. Два объекта и вовсе оказались опасными, их срочно огородили. Акбулатов уверен, и это не все. Такие подобные стенки есть и в других районах города. Там, где на склонах стоят здания, это и Верхние Черемушки, это и Свердловский район улицы Тимошенкова, это еще целый ряд районов города, где объекты стоят на склоне, и там устроены подпорные стенки. Они дополнительно должны быть обследованы, поэтому объектов не 77, а значительно больше. Вот они эти два объекта. Стена в переулке Боготольский, это район Копылова, и еще одна на Чкалово 56. Местные жители говорят, жаловались на ненадежность этих объектов давно и очень рады, что хоть теперь все сдвинулось с мертвой точки. Кстати, Акбулатов заявил, что проверки подпорных стен и других конструкций в городе будут идти неделю. И увольнение по их итогам, по словам мэра, возможно, тоже не последнее. Наталья Фламеева, Владимир Цуканов, СТС, Прима, Новости.